Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Мне 30 лет, мужчина, пару лет страдаю ночными кошмарами. Обычно вижу во сне, как некая сила меня берёт, поднимает, будет и предлагаюсь по комнате, и потом эта сила бросает меня на пол, либо дышит. Вообще что такое, с чем это связано, так и с ним не снятся. Это меня пугает. Ну в первую очередь я полагаю, что пугает вас это ощущение собственной беспомощности, скорее всего. Скорее всего вас это пугает именно этим. Чувство, что вы беспомощны и чувство, что вы ничего не можете сделать. Если это на самом деле так, то можете, конечно, говорить о том, что у вас есть такая вот склонность к контролю. Пытаетесь вы, условно говоря, контролировать, да, и контролировать вы пытаетесь, что называется, много. Если мы говорим о том, что вы пытаетесь контролировать много, то мы говорим о том, что это постоянное напряжение, да, это постоянные усилия, Это постоянное какое-то напряжение, какое-то сдерживание себя, это постоянное подавление себя и так далее. То есть мы говорим вот об этом, ну в этом контексте. Вот, значит, соответственно, в первую очередь нужно обращать внимание, конечно, на это. Вот, это в первую очередь. В первую очередь на это нужно обращать внимание, на то, как у вас обстоят дела с контролем, да, если обстоят. Вот. Ну, то есть, действительно ли вы стремитесь как-то контролировать то, что с вами происходит, да? Да, действительно ли вы пытаетесь вот всё как-то вот, всё отследить, да, всё как-то вот, отреагировать, всё заметить, всё как бы, ну, зафиксировать и так далее. Вот, это первое, конечно, первое. Это, ну, первый, первый такой момент. Второй момент, на который хочется обратить ваше внимание, заключается в том, что, по-видимому, есть у вас довольно много агрессии, вот, есть у вас, по моему мнению, довольно много обиды, вот. То есть, то есть, вот, есть такое, у меня чувство, да, что вы обижены, что вот это вот, что вас душит, вот это вот, это вот именно про некую такую обиду, некое такое вот, ну, некое такое зажимание. Вот, выжимание своих эмоции, выжимание своих переживаний, выжимание своих реакций, своих желаний и так далее. Вот. То есть, это вот, ну, даёт о себе знать, на мой взгляд, по крайней мере. О, ну, даёт о себе, он, ну, даёт о себе, вот. Вот. Значит, вы говорите о том, что ааа, что пару лет? Это у вас, вы говорите о том, что, вас это началось пару лет назад. Ну, было бы вполне неплохо посмотреть, что происходило вот с вами пару лет назад, то есть вот было бы неплохо как-то поисследовать это более подробно, потому что, ну, несомненно, ответы лежат вот там. Несомненно, ответы лежат в той области. Ну вот, конечно, конечно, можно к этому как-то вот по-разному относиться, да, но, на мой взгляд, ответы лежат именно там. Ответы лежат именно вот в этой области. Вот, и, соответственно, очень важно, что еще, очень важно, уделять внимание тому, например, что вы чувствуете, когда вы это видите. Вот, да, то есть, ну, одно дело, если вас это пугает, вот, с точки зрения, ну, с точки зрения психологии, если вас это пугает, то тут могут быть разные. Разные варианты, вот, в том числе, это могут быть варианты, касающиеся, ну, касающиеся того, что вы себе запрещаете. Вот. То есть, это могут быть варианты, касающиеся того, что вы себе не позволяете как-то, а какие-то переживания. Это может быть, это может быть, это может быть история про то, что вы вытесняете какие-то моменты, вот. Потому что, ну, вам, вам они, вам они кажутся какими-то неприятными, да, вам они кажутся какими-то, ну, какими-то, может быть, неподходящими. А, ну, именно, именно, вот, под, под вас, то есть, вам они кажутся неподходящими. Вот. И вы, соответственно, стараетесь как-то этого избежать, вы, соответственно, стараетесь как-то вот от этого отойти, уйти в какую-то привычную для себя. Мобиль, да, вот привычное для себя такое пространство, вы пытаетесь зайти, вот. И, получается, это не всегда получается. Это сделать, и вот, что такое, в данном случае, ну, что такое, что такое кошмар? Да, кошмар, это как раз про то, что человек вытесняет. А пугает вас это, опять же, ни много, ни мало, вероятно, потому что, ну, не подходит. Не подходит, это, вот, под привычные рамки, скажем так. Вот. И, так вы на это реагируете, спасаете. Сейчас. Таким образом. Вот. Поэтому нужно здесь, как мне кажется, смотреть именно на, именно на значимость, именно на чувственность, какое-то восприятие, вот, того, что с вами происходит. Вот. И... Больше уже, конечно, будет как-то вот очевидно. Больше будет очевидно. В какую сторону вам двигаться? Куда вам двигаться? Вот. Как вам двигаться? И так далее. Вот. Ну, я думаю, я думаю, что вот в такой парадигме нужно смотреть здесь, на эту ситуацию. Вот. Вот. А вы, конечно, сами можете думать по-другому. Вот. Это ваше право. Право. Вот. Никто на него не претендует. Вот. Никто на него не претендует и претендовать, в принципе, не может, но тем не менее. Тем не менее. Тем не менее. Вот. Статация такая. Для того, чтобы увидеть основания для таких, ну, для таких переживаний, вот, можно, ну, довольно успешно применять. Метод свободных ассоциаций. Вот. Довольно свободно. Довольно активно применять этот метод. Вот. Поволяет лучше понять то, что человек чувствует, да? Поволяет лучше понять то, с чем мы имеем дело. С чем мы имеем дело и какую проблематику мы решаем. Ну конкретно в этой параде. Помогают анализы прошлого, помогают вашим впечатлениям. Потому что, ну понятно, что сновидения, да, они могли быть вызваны какими-то событиями. Вашей жизни, вот, и событиями, ну такими, знаете, довольно серьезными событиями. Вот, могли быть вызваны. Вот, могло быть вызвано это тем, что вы, ну в целом, да, пытались как-то вот раньше, да, подавлять. Ранее пытались вы это скрывать, вот, не показывать, вот, и так далее. Так это, рушит, ну такой, знаете, привычный образ жизни, образ себя, привычный образ себя этого. Вот, а если вы стремились, значит, к контролю, да, вот, то это же рушит идею контроля. Так что вы не можете что-то контролировать, ну, вы не способны что-то контролировать, вот. И, да, это уже очень, вот, очень, ну, очень болезненно воспринимает человек. Это нормально, кстати. Ну, вот, вот так. Просто вот вам хочу сказать, да, что это абсолютно, ну, абсолютно нормально. То, что, может, ну, может разрушаться какие-то представления о себе, да, ну, выходить за рамки и так далее. И психолог в этом смысле может и, пожалуй, пожалуй, что должен, я думаю, помогать это прожить. Помогать пройти этот путь, вот. И принять нового себя, там, из кошмара. То, что вы видите, то есть, ну, ваше сновидение в данном случае, вот эта история про то, что вот что-то довольно активно пытается о себе напомнить, вот, но только что он совсем понял. Понял. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Позвольте вам начать на собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Удачи.